Девочка-пай Я просила, чтобы сделали побыстрее, если и так есть о чем минулиться. До встречи. Пока. Опять! Ну, господа, граждане, товарищи, а? Ну, сколько же можно смотреть эту чушь собачью? Девочка-пай, не кричи! Вчера говорил, бред сивой кобылы. Так вот, знаешь, синок, бред сивой кобылы – шедевр по сравнению вот с этим вот мылом. Что ты уставился на меня? Не дома мыловарня какая-то, понимаешь? По ящику мыло, в борще мыло. Знаете, что, давайте безрязем тут и потише. Вот это настоящее художественное произведение. А мыло я нечаянно в борщ упустила. Тихо! Зато потом ты смешно пузыри пускал. А сейчас ты… Ну, ладно, я понимаю, эти две курицы уставились в эту бодягу. Ну, ты же здоровый мужик! Ну, я не себе смотрю. Маринка попросила посмотреть и пересказать. Ой, у нее сегодня дежурство в морге. Ой, господи, тоже мне сын называется. Точно, сын, господи, ну, сын, конечно же, это ее сын. А я сразу догадалась. Ну, что ты мне не сказала? Ага, только у него пеленки с вензелями подменилась, сразу я поняла. Тьфу ты, господи. В общем, так, я ставлю вопрос ребром. Скажите мне, пожалуйста, дорогие родственники, может быть, я должен смотреть чемпионат России по футболу на улице, а? А, Сереж, ты на улицу мусор выброси. А не хотела бы купить. Ну, ладно. Да, господи, ну, мама! Ну, сколько же раз ему говорили, не хлопать ты дверью, все, выключается нафиг. Ну, все, теперь уже конец не посмотрим, ничего не понятно. Да уже пропустили, ладно. Я и так знаю, чем там закончится. Он на горничной женится. Нет, на графине он женится. У меня вот записано все. Разобраться не можете. Ой, да я, между прочим, сама роман пишу. Чего ты пишешь? Любовный роман, автобиографический. Главную героиню, между прочим, себя срисовала. Ну, бабуля, ты даешь. Папа узнает, в столб режется. Боже, упаси. Ой, вы шо, ни в коем случае ему не говорите. А то славит меня с этим романом, вовек не отмоется. Все договорились, никому. Бабуля, мотива. Не, ну, честное слово, не дом, а какой-то дурдо. Ну, ничего не надеешь. Ну, кому понадобился мой носок? Кто похитил мой носок? Блин, задолбался уже. Так, подождите, а это шо такое? Так, герой. А, нет, героиня. Ну и почерк у вас, Клара Захаровна. Дневничок, наверное, ведем. Любопыт, дневко. Я вижу, близится конец моим страданиям. Сегодня, завтра я умру. Нифига себе. Смерть моя на пороге, я чувствую ее. И пусть она придет ко мне с косой. Зачеркнуто. Меня накроет медным тазом. Опять зачеркнуто. А, вот, вот. Не принесет всем облегчения. Уже они поплачут у меня. Неужто помирать собралась наша бабуля? Вот ведь, а. Ведь молодая же еще почти женщина. Здоровая такая с виду. Я сам видал сегодня, кастрюлю с борщом поднимала. А, нет, все-таки годы берут свое. Главное, чтоб Таня раньше времени не узнала. А, ну, Сергей Геннадьевич, бери огонь на себя. Эй, Таня, сейчас умрете. Утром сегодня полезла в холодильник за водичкой. Еще я там обнаружила. Внимание, внимание. А, вот. Ой, господи, Боже, мама, отдай. Ой, а скажите, что я ему туда специально засыгнула? Ладно, хватит издеваться над моим мужем. Ты мне лучше расскажи, как там твой роман. Ой, ой, там роман прямо идет отлично. Любовь кипит. Страстей, столько страсти. Прямо. Страсти, я говорю, такие соседи рассказывают. Ужас. Управдом в соседнем доме повесился. Знак протеста против неуплаты долгов за электричество. Ничего, все побежали платить? Нет. Жена его побежала. Первая прибежала. И оказалось, что в них самый большой долг в микрорайоне. Клара Захаровна, а какие ваши любимые цветы? В меня? Кабомбы, криптокарины. Крептокабомбы, криптокарины. Апанагитоны. Апанагитоны. Гортензии. Гортензии. А что вы спрашиваете? Да, вы знаете, так просто... Взял халтурку на дом, да... Изучаем общественное мнение. Пойду... Апанагитку заполню. Как жива. Таня, отдайте ему этот носок, а то он с ума сойдет. Добрый день. Извините, что я прервал вас, Клара Захаровна, но я должен провести маленький социологический опрос до конца. Сделать его... Вот ваш альбом. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая фотография? СМЕХ 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 Ну, вот это. СМЕХ Э, моя любимая. СМЕХ Видите, мы тут всем курсом сфотографировались на пони самолета Валерия Чекалова. СМЕХ Вы знаете, мне кажется, это не очень удачная фотография, Клара Захаровна. У вас тут, во-первых, пропеллер на пол лица, а во-вторых, вам какая-то тварь за дирожки подставила. СМЕХ Вы знаете, а мне кажется, вот эта ваша фотография гораздо лучше. Вы тут такая вся в черту, такая строгая, глаза грустные, а в руках лилия. СМЕХ СМЕХ Ой... Извините, Клара Захаровна, еще один вопрос, последний. Вы какого у нас вероисповедания? Дело в том, что у разных народностей бывают, знаете, эти разные обряды. И они все стоят по-разному. Вот, например, не поклоняетесь ли вы египетский бог Омон-ра? Значит так, никакому ОМОНу, никакому ГАИ и никаким ментам я не поклоняюсь. Я атеистка. Так и запишем. Атеистка. Интересно, что же она тут новенького написала? Ага. Так, никто не знает, что я сказочно богата. Все эти годы я скрывала свое графское происхождение. Вот это поворотик! Наследство мое огромное. Две диадемы, серьги, золотые кольца и бриллианты в 50 зачеркнуто 250 карат. Нифига себе! Оговорила из крестьян! Так, признаюсь честно, хоть мне нелегко, мой зять транжир и жмот и спекулянт. Ему же редкий хам. И промотал имение моей дочери. Да какой там? Да какой там имение? 33 квадратных метров имение. Так. Ага. Ага. 250 карат. Наверно, врет старушка. Наверно, не карат, а грамм. 250 грамм. 8 штук бриллиантов. 251, 8. 4 килограмма чистых бриллиантов. Ага. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, ага. И пусть мой зять кусает локти. Наследство завещаю не ему. Черт. Вот попал, а. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Думай, Звездунов, думай. И доброе утро, Клара Захаровна. Задерживаемся, Сергей Геннадьевич. Клара Захаровна, виноват. Не поверите. Искал носок. Ну, а кто вам виноват? Что я его туда засунула? Наверное, сам и засунул. Вы знаете, что-то становлюсь таким рассеянным. Но если что, вы мне строго об этом говорите, чтобы я не засовывал туда. А если даже хотите, прям бейте кулаком по столу и говорите, не сметь засовывать носок в холодильник. Таня, что ты сидишь? Налей маме чаю. Ну, и конфеты давай, шоколадные. Вы же шоколадные любите? А какие больше вы любите? Вдохновение или стратосферу? Таня, пожалуйста, я чай не буду. Я помою чашку и... Сидеть. Ой, ну что же вы, Клара Захаровна, сами будете мыть-то все. Я помою, конечно. А вы пока пойдите, отдохните в комнату. Телевизор посмотрите. А я все помою. Я все приберу. Не кочегары, мы не плодники. И не горьких. Доброе утро. Доброе. А чего дверь опять на распашку? Ой, это, наверное, Сергей Геннадьевич мусор выкидывал и не закрыл. Сергей и мусор. Басня. Что-то новенькое. А где вот? Миша, так и я тебе прошел. Сперва посуду мыл, потом пошел мусор выкидывать. Он, по-моему, из-за боль нет. Может, это прилив энергии? Медицина и я называем это состояние временное трудоголие. Клара Захаровна, вы кофеек на кухне извольте попить или вам сюда принести? Из-за больного. Ой, Боже. А что же, а что же у вас ноги-то абсолютно голые? Ну, в самом деле, ноги же надо все время в тепле держать. Ну, что же, ну, ну, конечно, вот, вот же, да. А скажите, пожалуйста, а кофе вам, как обычно, да? Два сахара и молочко. Ай, момент. Ла-лай, ла-ла-ла-ла. Я всегда любила кофе с молоком и три ложки сахара. Блин, прокололся, а? Три же ведь, а не две. Вот дубина. Ну, ладно, ладно, ничего, прорвемся. Посмотрим, что тут дальше. Ах, если бы кто знал, какие чувства я испытываю к доктору, что живет по соседству. Ни фига себе. Ради любви я готова на все. И пусть зять удавится. Узнав, что я решила переписать свое наследство на этого милого моего сердца человека. Ах, если бы он только ответил мне взаимностью. Черт побери, ну, Клара Захаровна, блин, тоже мне Джульетта. Так, ладно, 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 ничего. Придется работать в условиях жесткой конкуренции. Спасибо, Танечка, мне уже лучше. Что же вы делаете, Сергей Геннадьевич? Вам нас мало, так вы за соседей взялись, да? Вы полетите, что вы сделали за одинокий мужчина? Извините, пожалуйста, но вы можете идти. Я с ним подежурю. Ага, ну, Мишенька, тогда вы выздоравливайте. А мы пойдем, мы будем вас навещать. Что? Что вы хотите ему завещать? Сережа, мама сказала не завещать, а навещать. Это действительно какое-то странное в последнее время. Пойдем, мама. Мишенька, ты, пожалуйста, ты меня, пожалуйста, извини, что так случилось. А вот скажи, пожалуйста, вот хотел бы ты изменить свою жизнь? В каком смысле? В материальном. Ну, это вопрос философский. Тогда сформулируем его конкретнее. Мог бы ты отказаться от золота и бриллиантов по 850 грамм каждые 8 штук целых их? Я что похож на сумасшедшего? А если бы нашелся друг, который помог бы тебе все это добыть, ты бы с ним поделился? Естественно. На. Миха, женись на Кларе Захаровне. Ты что, ты что? Миша, Миша. Сергей, что происходит? Читай. А вот и десерт. Андрей, помогай. Да куда ж ты пальцами? Вперед, бабушки. Клара Захаровна, орехово-сливочный. Как вы любите по вашему рецепту. Корицы многовато. Ну, вы же даже не попробовали еще. А я на глаз вижу. А б ты прям как Макаревич кулинар. Ай, Сереж, ты просто золото. Просто золото. Как я написала, прочитала, как я прочитала в одной книжке, моя семья, любви, оазис. А вот оазиса цветы. Мишенька. И опять с букетом. Это уже становится доброй традицией, малыш. Андрей, прийми у дяди Миши цветы. Что, дядь Миша, опять клумбу обнесли? За что нам столько внимания, Мишенька, а? Ах, если б знали вы, как прост ответ на ваш вопрос, но не расскажут обо всем уста мои, а сердце говорить не может. Ой, да что же вы стоите? Присаживайтесь, Миша, присаживайтесь. Приятно иметь дело, сдайтесь настоящим кавалером. О-о-о-о! ДАС ИСТ ФАНТАСТИЧ! Слышь ты, ДАС ИСТ ФАНТАСТИЧ! Пойдем выйдем, надо поговорить. О-о-о, я занят я. Мы на минуточку. О-о-о! Я щас вернусь, дела поделу. Ха-ха-ха! Миша, ты что такие букетищи покупаешь? Обалдел что-то совсем? Нет, я конечно понимаю, что расходы за мой счет, но имей совесть. Договор дороже денег. Кстати, где там мой гонорар, а? Да подождите с гонораром. Ты видишь, бабка про все свои болячки забыла. Цветет и пахнет. Серег, а может оно и к лучшему, а? Не к лучшему! Не к лучшему! Посмотри, какие ты торты покупаешь, какие ты цветы покупаешь. А мне уже машину! Не на что заправить! В общем так, я в одностороннем порядке ввиду форс-мажорных обстоятельств. Расторгай наш договор! А вот и мы! Ну как вам, Клара Захаровна, тортик? Ну знаете, ничего, хорошо, объялась, а живот болит. А живот болит, это замечательно! Я имею ввиду, кушайте, конечно, на здоровье, пожалуйста. О, Лиша, ты не представляешь себе, Сережа, нас избавил от всех домашних забот. Оу! Ну и мы в освободившееся время зря не сидели, знаете что? Да. Андрей! Ух ты! Это что, мемуары? Круто, круто! Да, да, да. Сейчас вам мемуары. Роман любовный, не без автобиографических подробностей. Ах, если бы кто знал, какие чувства я испытываю к доктору. Что живет по соседству. И пусть зять удавится, узнав, что я решила переписать свое наследство. Ах, если бы он ответил мне взаимностью. Клариса и Ванько. Роман. Я оглянулась посмотреть. Ах, ты старая! О, Господи, Боже мой! Ах, Сережа! Ах, ах, ах! Геннадьевич Звездунян. А, нет, что Звездунян? Сергей Геннадьевич Звездунов. Роман! Месть бешеного. Бешеново! Эпиграф. Ты жива ещё пока, моя старушка. Жив и я. Конец тебе! Конец! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова